Россия не продлила соглашение с Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Российский МИД заявил, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и намерена свернуть морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Также совместный координационный центр в Стамбуле, который инспектировал суда с украинским зерном, будет расформирован. В Кремле подчеркнули, что решение о прекращении сделки не связано с атакой на Крымский мост. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва будет готова вернуться к рассмотрению сделки при определенных условиях, о которых ранее уже заявляла. Среди них переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и возобновление поставок сельхозтехники в Россию. К сожалению, часть, касающаяся России, этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренности будет выполнена, российская страна вернется к реализации этой сделки. Незамедлительно. Сегодня президент Турции Раджеп Таип Эрдоган выразил мнение, что Россия хотела бы продолжение зерновой сделки. Эрдоган пообещал, что будет работать над восстановлением соглашения. Когда мы с Путиным встретимся в Турции в августе, у нас будет возможность обсудить все эти вопросы. Мы также поговорим о том, какие действия могут быть предприняты, чтобы проложить путь для отгрузки российского зерна и удобрений. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход России из соглашения, заявив, что даже без участия российской стороны надо делать все, чтобы продолжать использовать черноморский коридор. Об этом в интервью «Голоса Америки» также заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Украинский экспорт пострадал сильно, поскольку доставка зерна морским путем – это наиболее эффективный способ отправки зерна из Украины. Мы будем бороться за этот зерновой коридор и будем использовать все другие методы экспорта. В Евросоюзе тем временем осудили решение России. Глава Европейского совета Шарль Мишель в комментарии «Голосу Америки» высказал мнение, что выход России из зерновой сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность и мировой доступ к поставкам зерна и удобрений. Это решение окажет огромный эффект на весь мир, особенно на наиболее уязвимые страны, ведь война России против Украины влияет на мировую безопасность. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн также осудила решение Москвы выйти из сделки и назвала его циничным шагом. Она добавила, что Евросоюз продолжит работать над поставками украинского продовольствия на глобальные рынки. Последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы утром 16 июля.